Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, Анатолий! Добрый день, радиослушатели! Сегодня в Израиле очень важный день, день выборов в Кнессет. Если победит блок Натаньягу, это будет его пятый срок на посту премьер-министра. Это, наверное, самый большой срок за всю историю в Израиле. А вот если победит блок, как они себя называют, синебелая партия, во главе с бывшим начальником генерального штаба Бенни Ганса, то Израиль, конечно, сильно и качнется влево, что крайне-крайне нежелательно. Так что я желаю Натаньягу и его партии успеха, а к вечеру мы с вами будем знать, но он может в следующий вторник поговорим об этом подробнее. А на календаре приближаются большие религиозные праздники. 19 апреля после заката солнца начнется еврейский праздник Пейсах, Пессовер. В этот же день христиане отметят Гудфрайдери, а через два дня в воскресенье католики и протестанты празднуют Истер. Через неделю, 28 апреля, православная Пасха. Религия для одних людей – исходная точка мироздания, для других – конечная. Одним она объясняет все, а другим она открывает просвет в область таинственного и непознаваемого. Для одних Бог часто что-то абстрактное, недоступное, непонятное, а для других – близкий, слышащий жалобы человека, управляющий его судьбой, милосердный, любящий, и вера дает человеку смысл в самой жизни. Бог – есть наше духовное представление о Боге. Духовным восприятием мы постигаем Бога вне нас, через Бога внутри нас, в нашей совести, в высших идеалах добра и правды. Царство Божье не наверху, оно внутри человека. Без веры жить трудно. Нужно верить Бога, в его мудрое управление миром. Когда-то великий еврейский мудрец Ягуда Галови сказал, не стоит увлекаться греческой мудростью, ибо в ней есть только цвет, но нет плода. А человеку надо что-то возвышенное, что питает душу. Религия помогает. Недаром это слово и означает связывать, соединять то, что связывает человека с наивысшим. Религия – это голос наиболее глубинного опыта человечества. Это корень, без которого не было бы морали. Мост между видимым и невидимым. Ключ к загадке жизни и объяснению всего таинственного. Песах – это самый популярный еврейский праздник, в котором соединились фундаментальные идеи свободы, освобождения богом еврея из египетского плена и началом существования евреев как нации. Об этом рассказано во второй книге Торы «Шмот. Исход». Спросите любого верующего еврея, что прежде всего ассоциируется с Песахом, с исходом из Египта, и вам ответит – Моисей, Моша. Но в Хагаде этот текст, который читается на пасхальный седр, имя Моисея упоминается как-то мельком, только один раз, ибо главный герой пасхальной истории – сам Бог. Некоторые части Хагады написаны две тысячи лет назад, некоторые цитируют Тору, некоторые написаны в Средние века. Чтение пасхальной истории – это выполнение указания Торы, чтобы отцы рассказывали ее своим детям. История освобождения евреев из египетского рабства. Так в одном месте Хагады сказано – в каждом поколении человек должен себя чувствовать так, как если бы он сам освобождался от рабства. Пасхальный седр заключается словами «Лашана Хабала Иерушалаем» в следующем году в Иерусалиме. Люди часто говорят – «Я поверю в существование Бога, если мне покажут чудо». А вот теперь представьте себе, маленький народ, которого преследовали на протяжении более двух тысяч лет, выжил. И не только выжил, но исполнил слова пророков, что Бог после длительного рассеивания опять соберет народ на своей земле. Семьдесят лет назад евреи основали свое государство. В конце девятнадцатого века на этой болотистой, пустынной территории жило где-то двадцать тысяч евреев. Сегодня более семи миллионов. Половина всего мирового еврейства. Тогда это была пустыня. Сегодня цветущий сад. Современное процветающее государство. С валовым национальным продуктом 40 тысяч долларов на душу населения. По этому показателю Израиль уже опередил Испанию и Италию. Не говоря о его достижениях в области медицины и высоких технологий. Например, семьдесят шесть израильских хай-тек компаний представлены в NASDAQ. Это биржа, которая торгует высокими технологиями. Из России там нет ни одной. Разве это не чудо? Мы верим не потому, что происходят чудеса. Наоборот, в результате веры рождается чудо. Какими же должна быть вера тех людей, которые создали современный Израиль в условиях враждебного окружения, семь тяжелейших войн и желания сбросить еврейский народ в море? Не получилось и не получится. В Торе сказано, что Пейсах следует отмечать 15-го числа месяца Ниссан, в первый месяц еврейского календаря, означающий наступление весны. Этот месяц в Торе также называют Авиев. На хибру слова Авиев обозначает весна. Указано также, что праздник следует отмечать 7 дней. Чтобы не ошибиться, евреи, жившие вне Израиля, добавляли еще один день. Но теперь большинство евреев традиционно празднует 7 дней. Основным предписанием праздника является употребление массы пресного хлеба, как память тех древних событий, когда евреи срочно бежали из Египта и не имели время захватить хлеб. Они пекли в пустыне только лепешки из муки и воды. О происхождении евреев из среды семитских кочевых народов, живших в глубокой древности Вавилонии, свидетельствует много сходства между евреями и вавилонскими преданиями, а также археологическими раскопками в местах бывших государств Осирии и Вавилонии. Со временем евреи из рода Якова после долгого пребывания в Ханани начинает переселяться в ближайшие области Египта. Сначала туда переселяется род Иосифа, ставшего главным советником фараона. Вы вспомните библейский рассказ Иосиф и его братья, а позже и другие племена Израиля. С тех пор и наступает новый период в истории еврейского народа. Они жили в восточной области Египта Гошен, орошаемой притоками реки Нила. Постепенно многие из них стали вести оседлую жизнь. Израильтяне не смешивались с египтянами. В те времена Египет был центром древнего мира. Фараоны возникали для себя прекрасные дворцы, огромные пирамиды, существовала письменность, процветало земледелие, строились оросительные каналы. Но религия египтян с ее поклонениями идолам в образе животных внушала отвращение израильтянам, сохранивших веру и преданность единому Богу. Чем быстрее размножались и израильтяне, тем враждебнее относились к ним египтяне. Фараоны и их чиновники стали угнетать израильтян, принуждать их тяжелым работам, копать землю, строить города и дворцы, превратили их в рабов. И были назначены особые надзиратели, которые следили за выполнением всех этих принудительных работ. Один из фараонов издал приказ, чтобы всех новорожденных израильских мальчиков топили в реке. Приказ исполнялся с беспощадной строгостью. Израильскому народу грозило истребление. Сколько же раз в истории это повторялось. В это бедственное время у одного человека из колена Леви Амрама родился сын. Мать три месяца прятала его, а когда уже нельзя было больше скрывать, положила ребенка в корзинку и спрятала ее в густых тростниках на берегу Нила. Дочь фараона пришла к реке купаться. Услышав крик младенца, она жалилась и взяла его к себе и воспитала его как своего сына. Ребенку дали имя Моисей, Моша. По-египетски обозначает «вытащенный из воды», «вытащенный из реки». Кормильцем ребенка стала мать Моисея, которую пригласили за плату дочка фараона. Хотя Моисей рос во дворце фараона, он не забывал о рабстве и страдании своих единоплеменников. И однажды увидел, как надсмотрщика избивает израильтянина, убил его. Во дворце узнали об этом, и Моисей вынужден был бежать из Египта в пустыню, где проживало родственно израильтянам племя Медианитов. Он женился на дочери верховного взреца этого племени, звали ее Ципора. И Моисей стал членом большого и пастушеской семьи. Но не переставал думать о рабстве своих братьев в Египте и о том, как освободить их. Однажды, когда он по стадо, он зашел далеко в пустыне и подошел к горе Синай. И здесь он увидел густой терновый куст, который был охвачен пламенем. Куст горел, но не сгорал. И Моисей услышал голос из огня. Я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Исаака, Якова. Я увидел страдания моего народа в Египте и услышал стоны его. И вот я хочу избавить его от неволи египетской и ввести его в землю хорошую и обширную, где текут молоко и мед, в землю хананскую. А теперь иди. Я посылаю тебя к фараону, и ты выведешь мой народ из Египта. Моисей с трепетом и благовением слушал эти слова, а затем робко возразил. Что я значу, чтобы идти к фараону и освободить израильтян? А если я приду к Израилю, к израильтянам, и скажу им, что Бог отцов наших послал меня? Они ведь спросят меня, а как имя ему, что я отвечу им? Бог сказал, я тот, который был и будет, вечно сущий. Скажи это сынам Израиля. Я, Егова, Бог ваших предков, послал меня к вам. Собери старейшин и возвести им, что я освобожу свой народ от египетского рабства. Фараону египетскому скажи, что еврейский Бог требует, чтобы он отпустил израильтян для служения Богу своему. Моисей снова робко заметил, что он неречист, что он косноязычен, что ему трудно объяснить, объясниться с фараоном. Но Бог обещал ему свою помощь и повелел действовать вместе с Сароном, его старшим братом. Взвал он и услышанном Моисей забрал свою жену, забрал своих детей и отправился в Египет. Вот в этом маленьком отрывке, который я сейчас прочел из Торы, это суть истории еврейского народа. И разговор Бога с Моисеем, и чудо неопалимой купины, и имя Бога, я есть, кто я есть. И его обещание освободить евреев от рабства. Я не буду подробно останавливаться на борьбе Моисея за освобождение евреев. Исходе из Египта, тех десяти несчастья, которые Бог послал на Египет, и которые заставили фараона отпустить евреев, и о том чуде, которое совершилось, когда Господь раздвинул перед евреями воды Красного моря, а когда они перешли его, вновь замкнул их, и вся египетская армия преследования утонула. Слова Бога, который Моисей передал фараону, отпусти народ мой, чтобы они служили мне. Повторяли советские евреи, отказники, кремлевским фараонам, отпусти народ мой. И чудо свершилось. После многолетней борьбы советские власти разрешили новый исход. Более двух миллионов советских евреев покинули Советский Союз. Так что, завет, пусть история Пейсаха будет жить в каждом еврее, как будто бы он освобождался от рабства, живая сегодня. Дело, конечно, не столько в истории того или иного праздника. Люди должны знать историю своей народа и страны, в которой они живут. Человеку без знания прошлого очень трудно понять настоящего. Исход израильтян из Египта начался в весеннее утро 15-го числа месяца Ниссан. В честь этого дня и празднуется Пейсах. По библейскому преданию израильтяне прожили в Египте 430 лет. Научные исследования по истории Востока не дают нам точных дат, когда евреи поселились в Египте и когда совершился исход, но они позволяют установить в общих чертах связь между историей еврейского народа и историей Египта того времени. В Египте часто менялись династии фараонов. Во времена 17-й династии, где-то 2100 лет до н.э. Значительная часть Египта была покорена бродячими семитскими племенами, пришедшими из пустыни, которых египетские надписи называли шасу, кочевники, бедуины. А позднее греки их стали называть гиксами. Гиксы почти 400 лет владычествовали в Египте. При одном из этих царей, этой династии, израильтяне очевидно переселились в Египет. Тогда и жил фараон, который по библейскому преданию сделал еврея Иосифа своим верховным советником и разрешил ему пригласить израильтян переселиться из Ханана в Египетскую область Гошен. Где-то около 1600 года до н.э. династия гиксов было свергнуто, и в Египте снова утвердилась могущественная национальная фиванская династия, 18-я династия фараонов. Ненависть коренного населения к своим бывшим угнетателям Гиксам распространилась теперь на всех семитов, пастухов и в особенности на израильтян, живших в Гошене. Их обратили в рабство. Один из таких национальных фареонов 19-й династии, Рамзес II, он прославился своими великими завоеваниями и постройкой самой большой пирамиды. Это при нем израильтяне познали всю горечь и страдания египетского рабства. При его преемниках могущество Египта в результате восстания рабов и набегов кочевников стало падать, и израильтяне смогли избавиться от своих угнетателей и уйти в соседнюю пустыню, где кочевали родственные им семитские племена. По подсчетам египтологов, это свершилось около 1300 года до н.э. Вот теперь представьте, прошло более 3000 лет, а еврейский народ помнит это событие и передает историю исхода из поколения в поколение. Это и есть историческая память, это и есть доказательство того, что народ, обладающий такой памяти и знающий свою историю, не исчез. А ведь исчезли все другие, все древние цивилизации, и Шумер, и Осирия, и Вавилон, и Египт, все они исчезли, а евреи остались. Героем освобождения израильского народа является величайший из его сынов Моисей. Интересно, что в иудаизме, хотя Моисей является великим пророком, человек, кто разговаривал с Богом лицом к лицу, никогда не стал культовой фигурой, которому нужно поклоняться, нет специальных молитв, ни за его память, ни в честь его самого. У евреев главной фигурой является Бог, единственный, всемогущий, всемилостивший, спасающий свой народ, заключивший с ним завет и давший ему через Моисея на горе Синай десять заповедей. Тора говорит мало о родителях Моисея, еврейские мудрецы говорят больше. Его отец Амрам из племени Леви, очень праведный и религиозный человек. Мать Моисея, Йохавет, была повивальной бабкой, принимавшей роды и спасла много еврейских младенцев от рук фараоновских солдат, убивавших по приказу фараона всех евреев, еврейских младенцев. Мать Моисея пережила всех своих детей, ей было суждено войти в землю обетованную вместе с Иошуа, Иисус Навином, который после смерти Моисея возглавил израильский народ. У Моисея был старший брат Арон, ставший впоследствии первосвященником. У него был тяжелый грех. Пока на горе Синай Моисей получал Тору, испуганные люди, оставшиеся без лидера, убедили Арона отлить идола, золотого тельца. Они объявили, что теперь он будет их богом. Моисей, вернувшийся с Синай, был в ярости. Он разбил те скрижали, которые он принес с собой, а бог наказал идолопоклонников смертью. Грех золотого тельца еще долго преследовал израильцян во время хвождения по пустыне. Понадобилось 40 лет, чтобы освободиться полностью от рабства и идолопоклонства, и стать не каким-то кочевым племенем, а стать народом. Вот эти 40 лет, они очень важную символическую роль имеют. Вопрос же заключения, что человек освобождается от рабства не снаружи, а именно надо освобождение, духовного освобождения от рабства, чтобы человек внутри себя почувствовал свободным. Поэтому это и дана человеку свобода. Не для того, чтобы он делал то, что хочу, а свобода – это огромное обязательство. Свобода над человеком для чего-то, для какого-то совершения. Ведь если Бог дал человеку какую-то жизнь, то он ее просто дал не просто так, а для чего? Для созидания, для творчества, для размножения своего, для потомства, для создания потомства, для воспитания детей. Вот для чего дана человеку вот эта свобода. Но она не просто дана. Человек должен ее сам достиг, он сам должен освободиться. Вот эта символическая история сорока лет блуждания в пустыне еврейского народа, пока он не превратился из кочевого племени в народ, очень и очень важна. Сестра Моисея, Мириам, была связующим звездом между дочерью фараона и матерью Моисея. После того, когда ребенка дошли в тростнике на берегу Нила, она убедила дочку фараона пригласить кормилицу, которой была матерью Моисея. Эта сестра Моисея шла во главе израильтян, когда они переходили Красное море. Она умерла во время блуждания по пустыне. И в день ее смерти у израильтян закончились запасы воды. Народ роптал. Но случилось чудо. По повелению Бога Моисей ударил жезлом по камню, и оттуда потекла вода. Нелегкая задача выпала на долю Моисея. Сделать из группы рабов народ, верным заведом Бога. Моисей повернул израильтян от Красного моря в пустыню Шу. Люди страдали от недостатка воды. В одном месте нашли воду, но она была горькая. Люди роптали. Моисей сбросил в воду кусочек дерева, и она стала опять питьевой, сладкой. В один из дней израильтяне увидели на земле что-то белое. Вот хлеб, который послал вам Бог, сказал Моисей Народову. Вы будете собирать его каждое утро. Израильтяне стали собирать эту крупу. Они назвали ее манною. И пекли себе сладкие лепешки. Варили похлебку. Она и питала это израильтян во время их путешествий по пустыне. Отсюда и пошло выражение. Мана небесная. Да и вам всем известна эта крупа. Называется она мангвы. Часто на Израиль нападали кочевые племена. Особенно амалекиты. Но их набеги у меня отражал молодой полководец. Иошуал. Иисус Навин. Спустя некоторое время блуждания по пустыне израильтяне прибыли в Синай. Ныне Синайское пустынное полуостров. И разбили стан у священной горы Хариф. Ее тоже называли Синаем. Здесь когда-то Бог открылся в Моисей в образе несгораемой купины. Здесь к нему пришли, его пришел тесть, медианский жрец Исра, который дал Моисею дельный совет. Ты все делаешь сам, но так ты измучаешь себя и народ. Выбери из народа честных и разумных людей и назначь их начальниками. Кого над десятком, кого над сотней, кого над тысячей. Они и будут управлять народом и разбирать все его споры. А к тебе будут обращаться только в особых случаях. Моисею этот совет понравился. Он так и сделал. Случилось спустя два месяца. Моисей собрал весь народ и сказал. Если вы будете слушать Бога и соблюдать Его заповеди, то будете для Него самым дорогим народом на земле и народом святым. Выслушав эти слова, весь народ воскликнул. Все, что сказал Бог, исполнил. Моисей вывел людей из Тана, расставил их цепью у подножья горы Синай. Запретил им подниматься на гору. Гора была окутана густыми облаками. Там грохотали громы, сверкали молнии. Вершина горы поминутно вспыхивала, как будто была в огне и в облаках дыма. Вот на ее вершину и взобрался Моисей. Что было после, продолжим после перерыва. Если есть вопросы, присоединяйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok